Группа любителей зимнего плавания в Венсплсе сформировалась около четырех лет назад и уже насчитывает не один десяток человек. На первый открытый слет в Венсплс приехали моржи из разных уголков страны. Таких опытных моржей, как сегодня к нам приехали, такие первый раз в Венсплс посетили. Те, которые уже десятками лет занимаются. Мы по сравнению с ними еще молодые. Поэтому поделиться и опытом очень интересно будет. Погода в этот день была самая, что ни на есть зимняя. Минус 16 температура воздуха, а вода в Венте прогрелась до плюс 2. Со стороны картинка смотрелась слегка сюрреалистично. Зрители с ног до головы, упакованные в теплые вещи, выглядели не слишком жизнерадостными. А группа в купальниках, напротив, улыбались во весь рот. Я думаю, что это ирония, что у нас есть. У нас есть экстрема, что у нас не было. Я считаю, для моржей это обычное закаливание. Ничего экстремального. Ничего, что минус 16. Вода значительно теплее. 2 градуса. Когда выходишь, организм, ему холодно. Понимаешь, что ему холодно. И он начинает греться. И когда он греется, обращение быстрее становится. Поэтому пару минут жарко. Среди моржей были замечены и совсем молодые люди. Оказалось, что они приобщились к зимнему плаванию в очень юном возрасте, лет 5-6. Мама нас приобщила, и мы тоже начали моржевать. Я год ездила в качестве зрителя, а потом решила, что и мне можно. Когда выходишь из воды, ощущений не описать. Просто бесподобно. Чтобы испытать такое, надо самому попробовать. И компания здесь подобралась, можно сказать, идеальная. Полезно или наоборот рискованно для здоровья зимнее плавание – единого мнения нет. Сами моржи убеждены. Для их физического состояния такого рода экстремальное увлечение – только плюс. Ради чего? Интересно. Здоровье. Тасовка. Ну, что еще? Не знаю. Весело. Здорово. Трудно может зайти в воду, но когда выходишь из нее, как будто родилась заново. Классно. Слет в Венспилсе проходил как своего рода соревнование. Участники, разделившись на четыре группы, погружались в воду на время. Новички – до полуминуты, моржи средней подготовки – до двух минут, и самые закаленные – полярные медведи – до пяти минут. Посоревноваться между собой моржи собираются регулярно. Через две недели мы поедем в Лепую. Там будет первый этап чемпионата Латвии, затем второй в Риге. Кто желает с нами? Среди 90 участников погружений – 15 венсполчаний. Могло быть и больше, но несколько человек были заняты организаторскими обязанностями. Нам очень-очень помог Олимпийский центр в организации. Во-первых, в предоставлении базы, в организации там дипломы все. Поэтому очень помог. Лестницы сделал, изготовил, предоставил. Улдесу большое спасибо за это. Улдесу Бойтмансу, господину Бойтмансу большое спасибо, что такую поддержку, отзывчивость проявил. Отрезок венты вблизи грибной базы дампели в зимний сезон, естественно, грибцами не используется. Но отныне здесь не будет безлюдной в морозы. Каждое воскресенье ждем всех желающих присоединиться к нам с 11 до часу. Мы всегда здесь купаемся, плаваем, получаем удовольствие. Купанием венте вентсплский слет моржей не ограничился. Самые стойки, коих оказалось более 10 человек, потом еще совершили заплыв в море. Юлия Костенко, Ирина Курганова, Инжоцинш, Курзымское телевидение.